9.38 в Санкт-Петербурге, наш большой утренний эфир, Василий, наступает момент истины, сейчас мы узнаем, чьих ты будешь. Людмила, прекратите эту вашу предвыборную агитацию. Я только начала. Научные сотрудники Петербургского исторического архива завершили создание электронной базы данных, которая состоит из информации о православных церковных книгах, созданных в городе, начиная с 18 века. И это практически магия, выложенные в открытый доступ, сведения поистине бесценны не только для историков, но и для простых граждан, интересующихся историей своей семьи, конечно же. Сейчас узнаем все подробности в студии Дмитрий Владимирович Натсадный, заведующий отделом информационно-поисковых систем Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга. Доброе утро. Доброе утро. Дмитрий Владимирович, действительно рады видеть вас в нашем эфире. Тема невероятно интересная, потому что нет, наверное, в нашей стране, да и в мире в целом, не только семьи, которая бы не хотела узнать свои корни. Но вот все-таки, что это за документ такой, метрическая книга? Кто ее заполнял? И важно, какой информации? Давайте сразу поясним. Ну, метрическая книга – это документ регистрации актов гражданского состояния. Велись они с 1722 года, то есть по указу Петра Первого. Велись они священниками в церквях, потому что основные акты рождения, смерти, бракосочетания проводились. Но мы сейчас как раз-таки говорим о данных Петербургской губернии, то есть это не общероссийский какой-то банк данных. Нет, у нас архив как бы региональный, он содержит документы, касающиеся Петербурга и Петербургской губернии до 17-го года. А вот такой организационный момент, как вообще долго изучали эту базу, эти книги, как долго все это сканировали? И насколько это вообще трудоемкий процесс? Ну, это очень трудоемкий процесс, собственно, сканировалась эта база больше 10 лет, то есть сами метрические книги. В 2015 году как бы оцифрованные образы были предоставлены на нашем портале архива Санкт-Петербурга. И поскольку это огромный комплекс, это больше 15 тысяч дел с метрическими книгами, то есть это не количество метрических книг, а в одном деле может быть одна метрическая книга, а может быть 70. И поиск затруднен, потому что они сформированы, не структурированы. То есть в одном деле могут быть метрические книги разных определенных пунктов, разных уездов. Их пользователю очень трудно в этом ориентироваться. Для этого нужно, вот с 2015 года мы создавали вот эту систему структурировать, во-первых, выявить все метрические книги, которые были в архиве. Ну, для начала хотя бы по Петербургу и Петербургской губернии. Были просмотрены почти 11 тысяч дел, ну, как бы, полистно сотрудниками. Ну, мы сейчас показываем как раз такие кадры. Это как раз вот так вот исторические книги выглядели. Ну, это уже книги ЗАГСа послеволюционные. Метрические книги, они выглядели несколько по-другому. А почему было вообще решено поделиться этой информацией? Это все-таки отчасти личная, может быть, даже немного секретная. Ну, во-первых, мы ориентируемся на пользователей. То есть есть запрос? Это как бы генеалогические исследования, это сейчас наиболее частое обращение в архив. И с запросами, и в читальном зале работают в основном с генеалогией. А вот если сравнивать, как искали информацию о своих предках раньше, и как ее можно найти сейчас? Ну, раньше это нужно было записаться в архив. То есть не надо было ехать куда-то там? И прийти в читальный зал, как раз надо было ехать. А, надо было ехать. И может быть, уже даже в другой город, скорее всего. Да, это нужно было либо ехать в другой город, либо отправлять запросы по почте. Это долго и сложно. А как сейчас? Ну, во-первых, есть, как бы, я уже говорил, наш портал, архивы Санкт-Петербурга. Там масса информации. Во-первых, там есть для пользователей раздел помощь, где архивисты написали большое количество разных пособий и памяток. Как вообще, с чего начинать поиск своих предков? Надо прийти в библиотеку, насколько я понимаю, чтобы воспользоваться, в архив нужно прийти, чтобы воспользоваться уже оцифрованными данными. Да, либо в архив, либо на базе библиотечной сети, это библиотека Маяковского и ряд районных библиотек. Там есть точки доступа к нашему государственной информационной системе архива Санкт-Петербурга. А дистанционно на сайте это же можно сделать? Дистанционно на сайте вы можете воспользоваться нашим указателем, который был сделан, скачать его совершенно без всяких проблем, даже без регистрации. А вот знаете, когда мы приходим в библиотеку, это можно сделать самостоятельно? Или все-таки нужно привлекать специалиста, который будет вести тебя? Потому что, если честно, я не понимаю, как обычный человек, который не сталкивался с подобным, может это все найти? Ну, если совсем не сталкивались и не умеете пользоваться компьютером, то, конечно, лучше обратиться к помощи сотрудников библиотек. Потому что мы консультируем сотрудников библиотек для того, чтобы они могли консультировать. А что это будут за данные? Как они могут помочь гражданам? Может быть, в каких-то дальнейших исследованиях? Ну, этот указатель помогает найти метрическую книгу за нужный год. Потому что, если человек ищет, например, сведения о рождении своего предка, о бракосочетании, либо о смерти, то ему нужно найти сведения в метрической книге. Но как ему найти эту метрическую книгу среди огромного количества этих книг? Вот как раз с помощью нашего указателя, потому что он позволяет эти данные отсортировать, например, погоду. То есть выбрать все метрические книги по Петербургу за один год. По названию церкви, если, например, такое случается. По названию населенного пункта. Если человек... Или уезда, как это раньше было? Да, да, да. Уезда, части города. То есть это позволяет за несколько кликов пользователю не просматривать огромное количество описей, заголовков дел и тратить на это дни и недели. А в течение нескольких там буквально кликов мышки получить как бы те данные, которые ему нужны. А затем уже либо прийти в архив, либо вот через библиотеки, либо на портале. И продолжить уже что-то делать. Продолжить, да, по найденным шифрам. Дмитрий Владимирович, спасибо вам большое. Раз это дело двигается, это значит, что люди действительно интересуются своими корнями, своими предками. А это всегда здорово, потому что, когда знаешь свое прошлое, мне кажется, гораздо проще строить свое будущее. Да, это чистая правда. Спасибо вам большое. Всегда рады видеть в нашем утреннем эфире.